всем привет это третья часть по сборке самолета феникс 2 400 и как и обещал здесь мы будем подробно заниматься хвостовым оперением и крыльями что я хочу сделать с хвостовым оперением это заламинировать рули как я уже до этого говорил сделать их более жесткими потому что здесь точка приложения силы сервой находится в одном только месте и соответственно по краям будет некий изгиб а ламинационная пленка поможет все это дело немножечко усилить веса она тут никакого не нагонит для ламинации я буду использовать два разных типа пленки толстую пленку стандартную 75 микрометров толщина у нее и сверхтонкую пленку я честно сказать не могу сколько здесь толщина но по ощущениям примерно наверное 20 10 может быть даже микрометров ламинировать я это все буду обычным утюгом самым простым ну и также для работы нам потребуется ножницы желательно очень острые для начала я заламинирую руль направления так как сильной нагрузки на него не будет а руль очень сильно изогнут ламинировать я буду его тонкой пленкой она очень хорошо ложится даже по сильным изгибом в отличие от толстой пленки который придется постоянно подрезать короче говоря толстую пленку лучше использовать для ровных поверхностей например вот для вот этого заднего руля она сюда подойдет несколько слов по температуре ламинации тонкую пленку лучше всего ламинировать с температурой шелка это меньше 110 градусов более толстая пленка лучше ложится уже на температуре шерсти это уже около 140 150 градусов чтобы ламинировать надо естественно прикладывать клейкой стороной пене чтобы это не было голословным и был виден результат покажу как изгибается руль до ламинирования вот обратите внимание сейчас торец практически ровный симулирую нагрузку от сервы видно да как отклоняется край гораздо сильнее сейчас заламинирую и покажу как он будет отклоняться после ламинации заламинировал я рули вот так выглядит конечный результат и хочу сказать что все пошло не так как я планировал я планировал же тонкой пленкой пусть только я начал обтягивать этот руль тонкой пленкой изгиб настолько сильный и он вовнутрь у нас заходит и просто не позволил обтянуть ее с торца вот здесь поэтому я снял эту пленку и решил все-таки толстый как и везде планировал оклеить но без торца просто на ровную плоскость здесь и с другой стороны жесткости конечно прибавилось но не ждите что она как карбон будет да можно посмотреть насколько улучшились показатели показания по жесткости вот видите я отвожу руль и он теперь более-менее весь отводится не так как было раньше да есть изгиб понятное дело у нас здесь все равно осталось пена но стало жестче а чем жестче руль тем лучше управляемость и тем проще будет подобрать пиды аналогично я поступил с этим рулем высоты тоже с двух сторон его за ламинировал что же за кадром я за ламинировал и рули на крыльях то есть сами элероны и закрылки с одной и с другой стороны закрыл и закрылки пока еще не прорезал сейчас самое время наклеить на крыло наклейки для чего чтобы определиться с законцовками я хочу немножечко заламинировать здесь за концовки потому что у меня одно крыло пришлось небольшим дефектом и вот эта законцовка была вообще все вся замята там на 90 градусов я ее выпрямлял феном но как видно вспучился пенопласт утюг не помог особо поэтому я думаю заламинировать где-то до сих пор усилить таким образом за концовки и наклеить здесь красную пленку чтобы за концовки были красными но как это будет сочетаться с общим рисунком я пока не знаю поэтому хочу наклеить для начала рисунок и дальше уже смотреть что и как ламинировать наклейки довольно таки компактно поставляются вот в таком вот формате сейчас я наклею то что необходимо наклеить на крылья и посмотрим что у нас получается после того как я наклеил эти наклейки я сразу заламинировал за концовки крыла и определил какой рисунок я все-таки хочу наклеить и сейчас я вам все покажу что у меня получилось на конце крыла мне кажется получилось очень интересно смотрите вот так я решил сделать это виниловая красная пленка я ее нарезал на специальном аппарате вот такой вот формы и вот таким образом мне удалось немножечко здесь скрыть замаскировать так сказать те неровности которые я показывал чуть ранее и смотрите до каких пор я заламинировал вот строго по началу руля до начала руля то есть вот эта вся область зламинирована здесь и соответственно с обратной стороны и вот такой вот вид приобрело крыло мне кажется вот это вот красная полосочка дополнительная очень неплохо вписалась и дополнила рисунок также естественно я поступила со вторым крылом теперь нужно заламинировать кромки крыла я буду использовать для это армированный скотч сожалению я поспешил и нужно было сначала заармировать кромки а потом уже клеить рисунок поэтому мне придется сейчас его отклеить приклеить сюда армированный скотч и потом заново наклеить сейчас я покажу готовый результат кромка заармирована смотрите как должно получиться я на центр наклеивал скотч и потом от центра разглаживал таким образом получается все очень гладко я считаю что на кромках армированный скотч необходим потому что часто будет цеплять обо всякие сучки травинки при посадке соответственно со временем она может начать трескаться кстати почему я не стал ее ламинировать во первых потому что ее невозможно на изгибе ровно наклеить постоянно приходится подрезать а также еще и потому что такая пленка довольно легко рвется если здесь для усиления она будет отлично работать то на разрыв она работает хуже и очень легко проколоть и порвать армированный скотч в этом плане гораздо лучше держит нагрузку также я не забыл про горизонтальный стабилизатор и тоже заармировал здесь ему кромочку где-то вот до сих пор ламинировать кроме рулей я ничего здесь не стал но в крыле осталось теперь вклеить сервы и установить подсветку недавно в комментариях к прошлому ролику я писал что не планирую устанавливать здесь какую-либо крупную подсветку но последние дни я передумал и все таки решил здесь установить подсветку на всем протяжении крыла с двух сторон а установите решил не простую подсветку а умные светодиоды я купил вот такие светодиоды взвесил ленту за кадром два с половиной метра вот такой вот ленты 60 светодиодов на метр без силиконовой изоляции весит примерно 35 36 граммов то есть не совсем немного для такого самолета я считаю будет вполне оправданно если мы нагоним по 15 17 грамм на каждое крыло также за кадром я уже прорезал бороздки потому что это довольно таки кропотливая работа скажем так вот что у меня получилось обычным канцелярским ножом понемножечку срезал с одной стороны потом с другой стороны предварительно по линейке разметив края самого канала расположил я ее на линии центра тяжести соответственно развесовка крыла не должна поменяться здесь я решил сделать вот таким вот образом я решил не доводить до конца потому что здесь уже слишком тонкая пена и на высоте 1 2 светодиодика уже ничего не даст получилось у меня здесь 9 а на вот этой длине 61 и того 70 светодиодов на одном крыле и 70 на другом всего 140 штук и так я спаял два вот этих кусочка светодиодной ленты здесь пришлось закрыть термоусадкой все на всякий случай идем далее здесь к разъему я буду использовать вот такой вот 6 пиновый разъем и к нему уже начал подводить провода здесь у нас выходит три провода плюс минус и дата им дата вход данных не обращайте внимание что у меня тут все это одним цветом к сожалению не хватило проводов ну а так как я это все спаяю закрою больше сюда лазить не буду шанс перепутать чего-то мизерный поэтому вот решил оставить так по поводу разъема могу пояснить почему я выбрал именно этот разъем gstsh потому что он довольно таки легкий позволяет пропускать необходимые токи в то же время жестко фиксируется здесь на защелке я вот здесь расширил для него место и планирую его вот таким образом вклеить эту часть я вклею ответную часть у меня будет на проводах выходить из основной части самолетов поясню почему я выбрал именно такое решение меня было несколько самолетов и в каждом из них соединение с крыльями было всегда реализовано по-разному одном самолете у меня было жестко зафиксировано и ответная часть и приемная часть вставляешь крыло очень удобно не нужно ничего попадать все само садится и защелкивается но у этого решения есть минус во первых нагрузка на разъем остается то есть если крыло начинает гулять люфтить соответственно разъем может чуть-чуть пошатываться может пропадать электрический контакт случае серьезных краш и когда крыло начинает чуть-чуть отходить деформироваться разъем просто начинает выламывать когда оба разъема висят на проводах такой проблемы уже нет даже если крыло отвалится разъем все равно останется целом будет на проводах висеть но тут уже есть другая небольшая проблемка при сборке попасть двумя висячими разъемами одной рукой и соединить их очень сложно а так как на больших самолетах я чаще всего летаю один то собирать очень неудобно нужно две руки плюс третьей рукой держать крыло а третьей руки естественно нет поэтому есть компромиссный вариант когда одна часть вклеивается другая остается висеть таким образом ее одной рукой легко защелкнуть и в то же время при кражах одна часть останется висеть на проводах и ничего не вырвет и не выломать поэтому я буду делать именно так сейчас я вклею светодиодную ленту и начну делать проводку у сервомашинок совершил я проводку я использовал провода от комплектного серво удлинителя вот он он обрезал подрезал удлинил здесь сюда подпаял питание сервы желтый провод отдельно то есть это на закрылке серва сигнал будет а белый провод это на элерон на серву элерона и дальше вот здесь вот они соединяются с разъемом кроме этого к разъему как я уже ранее говорил подходит отдельно питание 5 вольт от другого стабилизатора на подсветку и сигнальный провод для управления светодиодов ну и общий провод земля и того шесть контактов так я уже говорил здесь я расширил штатное место под разъем сейчас его с обеих сторон укреплю пеной или пластиком посмотрю там что лучше и буду вклеивать а также буду вклеивать сервы сейчас самое время буду вклеивать их на вот такой вот клей упопор для пористых пластиков я считаю это лучший клей для сборки с подобных самолетов и вот такой вот двухсторонний скотч 3м на скотч я приклею днище а клеем пройдусь по бокам чтобы шанс потом вытащить эту серву если потребуется хоть какой-то был чем вклеивать ее намертво что же меня высох клей и я вам показываю готовый практически результат на 99 процентов вот так это все будет выглядеть сервы высохли они очень прочно держится провода также здесь подклеил и сам разъем держится также очень прочно все заламинировано где нужно клейки готовы наклеены единственное что осталось это вот у меня обрезки от того как я прорезал канавки я хочу в нескольких местах может быть вот здесь вот ну просто чисто для эстетического удовольствия закрыть провода и потом уже установить сюда качалки и тяги кабанчику но это уже в процессе настройки я буду делать поэтому я это как бы не считаю за сборку на этом с крыльями мы закончили третья часть по сборке феникса подошла к концу четвертая часть выйдет уже совсем скоро так как я уже начал снимать материал часть некоторые работы я уже сделал поэтому ждите продолжение всем спасибо за просмотр пока